Некоторые задачи оптимального распределения ресурсов. Некоторые задачи, параграф 15. Задачи оптимального распределения ресурсов, это одни из таких наиболее часто встречающихся в исследовании операции. Мы уже рассматривали такие задачи, у нас была игровая задача нападения обороны, там где нападение обороны распределяли свои ресурсы. По пунктам, ну там одна сторона прорывалась, другая защищала эти пункты. Сейчас мы рассмотрим также некоторые задачи оптимального распределения ресурсов. Общая постановка следующая, у нас имеется N пунктов, по которым оперирующая сторона распределяет ресурс в количестве А. Ну а больше нуля. Дальше, на этом пункте, значит, для этого пункта у нас есть функция f и t от t. Это функция как бы эффективности отложения ресурса в этот пункт. То есть мы вкладываем ресурс, скажем, в количестве t и получаем эффект отложения f и t от t. Далее, значит, распределение ресурса задается вектором x1 и так далее, xn. Ну, понятно по смыслу, что это x-ы, количество ресурса, направляемое на it-ый пункт. Значит, мы будем рассматривать два типа задач. Это так называемая непрерывная задача, когда ресурс является бесконечно делимым. И второй тип задач — это дискретные задачи, когда ресурс является штучным. То есть а является целым числом. Ну, соответствующие ограничения как бы на стратегии оперирующей стороны x будут следующие. Значит, для непрерывной задачи множество m нулевое — это множество таких x, для которых сумма компонент равна а, компоненты неотрицательны, и от единицы до n. То есть здесь x и любые неотрицательные значения, сумма их равна а. Ну, и для дискретных задач у нас будет множество n0 штрих, это множество таких x из m0. Ну, с дополнительным условием, что x-ы-то являются целыми. Ну, при этом, естественно, и а является целым числом. То есть во втором случае речь идет о распределении штучных ресурсов. Ну, давайте рассмотрим первую задачу оптимального распределения ресурсов. Это задача на максимин. Значит, мы... Причем непрерывная задача. Надо максимизировать x из m0, минимум по i от 1 до n, f и это, x и это. Ну и, допустим, максимум достигается на x0. Минимум по i от 1 до n, f и это, x и это нулевое. Значит, вот это задача 1 римская. Ну, при этом максимизирующее вот это распределение, значит, это как бы оптимальное распределение ресурсов. Ну, смысл этой задачи состоит в следующем. Пытается максимизировать минимальный эффект отложения по всем пунктам. Ну, если речь идет о каких-то распределительных задачах, то это как бы смысл здесь в следующем, что, ну, скажем, вот если это идет распределение каких-то денежных средств, то смысл простой, чтобы не было бедных. То есть, некий социалистический принцип, то есть, чтобы самый нижний, кто меньше всего получает, чтобы уровень его был повыше. Ну, вот когда будем рассматривать такие задачи, значит, мы будем считать, что функция f и т от т, значит, функция эффективности отложения на этом пункте удовлетворяет следующим условиям. Значит, это функция возрастающая и непрерывная. И непрерывная. Ну, определенно на отрезке, естественно, 0а. На отрезке 0а. Ну, и дополнительно еще давайте предположим, что значения в нуле вот этих функций эффективности упорядочены. То есть, f1 от нуля меньше равно f2 от нуля и так далее, меньше равно fn от нуля. Ну, это означает, что, как бы, первый пункт является, как бы, слабейшим. Ну, вот, для этой задачи сейчас мы сформулируем необходимое достаточно условие оптимальности для задачи 1 римской. Итак, давайте сформулируем теорему. Значит, теорема под номером 3,8. Ну, а в скобках принцип уравнивания. Значит, можно, значит, формулировка задачи. В сделанных предположениях, значит, сделанных предположениях, пусть x нулевое является оптимальным распределением ресурсов задачи 1 римской. Тогда для x нуля выполняется следующее необходимое и достаточное условие. Существует такой номер k, больше равный 1, меньше равный n, такой, что справедливо следующее условие. f1 от x1 нулевое равняется и так далее fk от xk от нулевое, строго меньше, чем fk плюс 1 от нуля. Ну, и x и т нулевое равняется нулю при всех i от k плюс 1 до n. Значит, вот это условие, обозначим цифру 1, необходимое и достаточное условие оптимальности в задаче 1 римской. Ну, при этом мы еще обсудим это условие, а сейчас давайте закончим формулировку теоремы. При этом, если, дополнительное такое утверждение, если значения эффективности в нуле одинаковы, равны, то есть если f1 от нуля равно fn от нуля, то в этом случае k равняется n, ну и, соответственно, в случае, если k равно n, естественно, вот неравенство, оно уже, его просто не нужно писать. Вот это вот строго меньше, чем k плюс 1 от нуля. Оно просто отсутствует. Ну, и последняя фраза. Оптимальное распределение ресурсов в задаче 1 римская единственное. Значит, оптимальное распределение ресурса x0 единственное. Ну, давайте докажем эту теорему доказательствам. Да, еще не обсудили смысл этой теоремы. Значит, смысл здесь простой. Принцип уравнивания состоит в том, что мы выбираем какие-то k слабейшие пункты и просто распределяем ресурс таким образом, чтобы эффекты отложения были одинаковые. То есть происходит уравнение, уравниловка. Вот как раньше называли, уравниловка. Был такой способ распределения, скажем, денежных средств. То есть здесь заметим, что если компонента положительна, то она как раз встречается именно среди первых k. То есть если мы что-то реально вкладываем, то, соответственно, этот номер, вкладываем в этот пункт, для этого номера как раз это номер i меньше k. Итак, давайте докажем теорему. Значит, доказательства. Ну, вначале необходимость. Значит, пусть нам дано, что x0 оптимальное распределение. Значит, задача 1 римская. Значит, нам нужно показать 1 как необходимое условие. Ну, во-первых, заметим, что оптимальное распределение ресурса x0 заведомо существует. Значит, это следует вот откуда. Вот эта вот функция минимума. Значит, каждая функция f и t, она непрерывна. Поэтому вот эта функция минимума как функция n переменных, она является непрерывной. Ну, и m0 это, понятно, компакт, но, соответственно, максимум функции минимума достигается. Дальше. Давайте определим k, которая фигурирует в условии 1. Значит, k определяется так. Значит, существует такое k, которое определяется из следующих неравенств. fk, t от 0, меньше равно минимуму по i от 1 до n, f и t от x и нулевое, меньше, чем fk плюс 1 от 0. Вот это вот условие давайте обозначим цифрой 2. Ну, почему такое k найдется? Ну, здесь, в частности, может быть случай, когда k равно n. Такое возможно. Но дело в том, что если напрямую мы рассмотрим значения f1 от 0, там f2 от 0 и так далее, fn от 0, ну, они, конечно, некоторые могут совпадать, а может и все совпадают, то понятно, что вот это число, вот этот минимум, обязательно попадет в некоторый полуинтервал. Вот в некоторый полуинтервал обязательно вот это число попадет. Ну, здесь надо вспомнить, что функции f и t, они являются возрастающими. Значит, и вот из монотонности понятно, что мы, этот минимум будет где-то правее f1 от 0, и в какой-то полуинтервал, но в частности, вот сюда можно попасть. В этом случае k равно n. Ну, а теперь давайте докажем, вот, выведем условие 1. Ну, прежде всего докажем, что x и t нулевое равняется 0 при всех i от k плюс 1 до n. Ну, предположим, противное. Допустим, существует номер i1 больше равный k плюс 1, такой, что x и 1 нулевое положительное. Ну, k это вот как раз вот это k, которое из условия 2 получается. Ну, вот, чтобы прийти к противоречию, мы построим новое распределение ресурсов. И принцип построения, он достаточно стандартный. Дальше мы будем его использовать несколько раз. Значит, давайте построим новое распределение z. Значит, его компоненты следующие. z и t. Значит, вот, если i равно i1, это будет x и 1 нулевое минус ε. Это при i равном i1. Дальше x и t нулевое плюс ε на n минус 1, если i не равно i1. Ну, при этом ε больше нуля и достаточно мало. Ну, так, чтобы вот эта компонента была положительной. Компонента с номером i1. Ну, действительно, вектор z является распределением ресурса, почему его компоненты не отрицательны. Ну, и если сложить все компоненты, то будет сумма x и т нулевых. Это будет как раз а. Ну, а теперь давайте напишем следующее неравенство. Значит, мы можем написать f и t от z и t больше строго, чем f и t x и нулевое при всех i, не равных i1. Ну, здесь, потому что у нас некоторая добавка, поэтому вот такое строго неравенство справедливо. Ну, и теперь посмотрим, что происходит при i равном i1. Значит, в этом случае у нас f и 1 от z и 1 это f и t 1 x и 1 нулевое минус ε. Дальше можно написать, что это, поскольку у нас компоненты, вот эта разность, ну, положительно можно написать строго больше, f и 1 от нуля. Ну, и дальше больше равно, чем f и f k плюс 1 от нуля, потому что i1 у нас больше равно k плюс 1. А значения в нуле у нас упорядочены. То есть i1 у нас больше равно, значит, чем больше значение, тем больше значение в нуле. Ну, и дальше можно написать строго больше в силу 2, чем минимум по i от 1 до n f и t x и нулевое. Таким образом, все компоненты, вот при распределении z, они строго больше, чем вот этот минимум. Ну, здесь больше f и то от x и 0, понятно, что это больше равно, чем минимум. Ну, и отсюда получаем следующее неравенство. Значит, отсюда получаем, что минимум по i от 1 до n f и t z и t строго больше, чем минимум по i от 1 до n f и t x и нулевое. Но это противоречит, вот это неравенство противоречит определению x0. x0 это было решение задачи на максимин, то есть максимизировало функцию минимума. А здесь мы нашли новое распределение, которое дает большее значение функции минимума, значит, получаем противоречие. Ну, и противоречие доказывает, что вот действительно вот эти равенства верные, x и нулевое равняется нулю при i от k плюс 1 до n. Теперь давайте докажем вот эти равенства. Давайте докажем, что первые k в первых k пунктах эффективности равны. Давайте докажем, что f и t от x и нулевое равняется, на самом деле, минимуму по i от 1 до n f и t x и нулевое. Вот такое равенство при всех i от 1 до k. Ну, они равны между собой, равны просто значению минимального эффекта при этом распределении. Ну, в самом деле, предположим, противно опять, допустим, существует такой номер e1 меньше равны k. Такой, что f и t, f и 1 от x и нулевое строго больше, чем вот этот минимум. Ну, опять-таки, предположили противное, нам нужно прийти к противоречию. Ну, заметим, что, значит, вот этот минимум, значит, по условию 2, он на самом деле больше равен, чем fk нулевое. fk от нуля, ну и, соответственно, это больше равно, чем f e1 от нуля. В данном случае у нас e1 меньше равно k. Ну, и вот из вот этого неравенства, то, что это больше вот этого, значит, у нас функция f e1 является возрастающей функцией. Значит, отсюда следует, что x e1 нулевое положительное. Ну, и теперь мы можем определить новое распределение ресурса z, ну, совершенно так же, как определили вот в начале доказательства. Ну, и опять-таки, доказывается, что f и t от z и t строго больше, чем f и t от x и нулевое при всех и, неравных e1. Ну, это вот дословно то, что у нас было. Ну, остался случай только f e1 от z e1. Значит, в этом случае у нас будет f e1 от x e1 нулевое минус епсилон. Ну, и за счет малого выбора епсилон, вот это неравенство, смотрите, здесь x e1, x e1 нулевое строго больше, чем минимум. Вот это неравенство при малом, вычитаем малое епсилон, его можно сохранить. То есть при малом епсилон, за счет того, что функции f и t, они все непрерывны, значит, можно сохранить вот строгое неравенство. Это будет больше, чем минимум e от 1 до n f и t x e1 нулевое. То есть опять при всех i у нас вот эти вот эффекты при этом распределении z будут строго больше, чем минимум по i x e1 нулевое. Ну, и опять получаем вот это неравенство, которое означает противоречие. Итак, 1 мы вывели как необходимое условие. Теперь давайте докажем достаточность условия 1. Достаточность для оптимальности. Что это достаточное условие оптимальности. Значит, пусть у нас 1 выполнено для некоторого x0. Значит, нужно доказать, что x0 оптимальное распределение задачи 1 римской. Ну, опять метод доказательства достаточно стандартный. Он основан на следующем. Значит, берется любое x распределение из множества m нулевое. Ну, будем считать, что x не равно x0. Ну, и доказывается, что значение функции минимума, доказывается, что минимум по i от 1 до n f это x это меньше равно, чем минимум по i от 1 до n f это от x и нулевое. Ну, даже более того, здесь у нас будет как бы строго неравенство, будет доказано. Ну, в самом деле, значит, будем рассуждать так. Раз x не равно x нулевое, то найдется такая компонента g с номером g, что x житое меньше, чем x житое нулевое. То есть, имеет место вот такое неравенство между компонентами распределения x и x0. Ну, почему это так? Потому что, понятно, что два вектора не равны между собой, а сумма их компонент равна a. Поэтому ясно, что если где-то, допустим, компонента x, ну, при каком-то k больше, чем xk нулевое, то если в одном месте строго больше, то в другом месте должно быть строго меньше. Обязательно. Вот, поэтому такое же обязательно найдется. Ну, и теперь давайте запишем минимум по i от единицы до n f и т x и т меньше равно, чем f житое от x житое. Ну, и мы учитываем, что понятно, что раз x жи нулевое больше x житое, то x жи нулевое у нас положительно, заведомо. Ну, а раз оно положительно, то из условия 1 вытекает, что f житое от x нулевое, значит, равно минимуму, минимуму по i от единицы до n, f это от x и нулевое. То есть, на самом деле, здесь вот жи как бы меньше равно k, заведомо. Это следует из условия 1. Значит, таким образом мы видим, что для любого распределения x значение минимума меньше, чем значение минимума при x0. Это означает, что x0 это оптимальное распределение ресурсов. Ну, и при этом единственность отсюда сразу же получается вот за счет вот этого строгого неравенства. Потому что для любого другого распределения значение строго будет меньше, чем вот это максимальное значение минимума. Поэтому оптимальное распределение ресурса единственное. Итак, теорема полностью доказана. Давайте посмотрим, какой алгоритм вытекает из вот этого необходимого достаточного условия для нахождения оптимального распределения ресурсов. Значит, алгоритм. Итак, у нас есть задача 1. И, значит, мы рассматриваем следующие системы. Значит, рассматриваем следующие системы уравнений. Значит, вот у нас есть k. Соответственно, можно записать вот такую систему. f и t от x и нулевое равняется c. Ну, значит, уравниваем по первым k пунктам. Значит, это i от 1 до k. При этом мы можем начинать вот с k равного n, потом n минус 1 и так далее. То есть идем как бы с конца. Сначала k равно n, потом n минус 1 и так далее. Рассматриваем вот такие системы. Ну и здесь еще надо написать, что сумма по i от 1 до k x и нулевых равняется a. Значит, здесь у нас k плюс 1 уравнение и k плюс 1 неизвестно. То есть неизвестными являются x и нулевые и от 1 до k. Ну и вот эта вот константа c, которая неизвестна. То есть мы решаем вот такие системы и смотрим. Значит, во-первых, что должно быть? У нас x и, значит, вот компоненты должны быть неотрицательны. Понятно? То есть если где-то отрицательны, это означает, что надо k уменьшать. Ну и решаем до тех пор, пока не выполняется следующее условие оптимальности. То есть c меньше, чем fk плюс 1 от 0. Вот если при некотором k выполнено вот такое условие, как раз вот оно здесь вот в условии 1, то, соответственно, мы нашли оптимальное распределение ресурсов. Ну вот на первом шаге возможно даже так, что все компоненты неотрицательны, тогда вот это условие вообще не нужно проверять на первом шаге. Ну вот это метод решения задачи на максимин. Ну это принцип уравнивания, он принадлежит гербейеру. Ну хотя в частном случае, где-то в конце 30-х годов прошлого века, Канторович решал задачи, ну такого частного вида, в котором фактически принцип уравнивания использовался. Теперь рассмотрим следующую задачу. То есть мы рассмотрим теперь задачу 1 римская, фактически дискретный аналог задачи 1 римская, значит вот предыдущей задачи. Значит, задача такая, максимум по x из m0 штрих, минимум по i от 1 до n, f это x это равняется минимум по i от 1 до n, f это x и со звездочкой. Значит, вот это задача 1 римская штрих. Она дискретная, здесь вот вместо m0 фигурирует m0 штрих. Давайте посмотрим, как решаются вот такие задачи, когда речь идет о распределении штучного ресурса. Ну, предположение у нас относительно функции прежней, то есть будем считать, что у нас функции f и t, это возрастающие функции дискретного аргумента. Значит, больше ничего не требуется. Ну, давайте для каждого x из m0 штрих определим множество i от x, это аргминимум по всем i от 1 до n, f это от x это. То есть это множество тех номеров, пунктов, на которых достигается минимальное значение эффективности. Ну и через палочки i от x будем обозначать количество, число элементов в этом конечном множестве. Ну, а теперь давайте сформулируем теорему. Значит, теорему под номером 3,9 значит, формулируется так. Значит, в сделанных предположениях, пусть у нас x со звездочкой, это оптимальное распределение задачи 1 римская штрих, причем такое, что число элементов множестве i от x со звездочкой минимально среди всех оптимальных распределений. То есть в дискретной задаче оптимальное распределение ресурса может быть не единственным. Значит, мы берем такое распределение, которое среди оптимальных, в котором вот это множество имеет минимальное число элементов. Вот для такого распределения выполняется следующее необходимое условие. Значит, если xg нулевое больше нуля, то есть если вжитый пункт действительно распределяется ресурс, то в этом случае минимум по i от 1 до n f и t от x и со звездочкой больше равно, чем больше равен, чем fg от xg со звездочкой минус 1. Ну вот это условие обозначим цифрой 2. Нет, не 2, наверное, а 3 уже. Это у нас 3. Значит, это необходимое условие. Ну, дальше можно записать, что условие 3 является достаточным условием оптимальности вот задачи 1 римский штрих. Это достаточное условие без всяких дополнительных предположений. То есть, если условие 3 выполнено, то это достаточное условие оптимальности. Ну, давайте обсудим вот это вот условие 3. На самом деле, его можно рассматривать как некий вариант тоже принципа уравнивания, но только, конечно, здесь полностью уравнять невозможно, поскольку функция дискретного аргумента. Ну, можно отметить следующее, что вот если мы вкладываем какой-то ресурс в житый пункт, то вот выполнено это неравенство. Но что одновременно выполнено, можно написать, что f житая от x житая со звездочкой больше равно, чем вот этот минимум. минимум по и от единицы до n f и это x и это со звездочкой. Ну, это больше равно, чем f житая от x жит со звездочкой минус 1. То есть, это о чем говорит? Что достаточно здесь вот вычесть единичку, как значение эффекта будет меньше, чем вот это минимальное значение. То есть, это говорит о том, что при положительном вложении вот эти эффекты, они близки к этому минимуму, в этом смысле. То есть, здесь уравнять полностью нельзя, но, так сказать, вот на таком уровне это делается с точки зрения выполнения этих неравенств. Ну, теперь давайте докажем эту теорему. Значит, докажем сначала необходимость доказательства. Значит, пусть у нас x со звездочкой это оптимальное распределение, причем такое, что и от x со звездочкой, вот это вот число элементов в этом множестве, минимально среди всех, ну вот если брать всевозможное оптимальное распределение, значит, это минимально, тогда отсюда следует, что выполнено условие 3. Ну, в самом деле, предположим, противное. Допустим, у нас 3 не выполнено. Что это означает? Это означает, что существует такой номер g, что у нас x компонента вот это xg со звездочкой больше нуля, а неравенство выполнено в другую сторону. То есть, скажем так, можно написать, fg-то от xg со звездочкой минус 1, строго больше, так, строго больше, чем минимум по i от 1 до n f и t от x и со звездочкой. Вот такое неравенство. В другую сторону выполняется. Ну и нам нужно прийти к противоречию. Ну, давайте рассмотрим следующее распределение ресурса z. Значит, его компоненты следующие. Значит, g-то компонент равна xg со звездочкой минус 1, то есть, мы вычли единичку, если i равно g. Дальше, вот, допустим, этот минимум реализуется на некотором fl от xl со звездочкой. Ну и мы вот к l-тому пункту добавляем единичку. xl со звездочкой плюс 1, если i равно l. Ну, остальные не меняются компоненты, если i не равно g l. вот это новое распределение. Ну, мы видим, что на самом деле вот уменьшение произошло вот только в пункте житом. А здесь эффект у нас больше, чем минимальный эффект. Это понятно. А в остальных пунктах что-то добавилось. Поэтому понятно, что минимум по i от 1 до n f и t от z и t больше равно, чем минимум по i от 1 до n f и t от x и t нулевое. Почему? Потому что здесь мы что-то вычли, но здесь и так строгое неравенство. Ну, а здесь в остальных что-то добавили или не добавляли. Итак, получили вот такое неравенство, но поскольку у нас x0 оптимальное распределение ресурса, то здесь может быть только равенство. Иначе x0 не было бы оптимальным распределением. Ну, раз здесь выполнено равенство, то можно отметить следующее, что множество i от z оно устроено так. Это i от x нулевое x со звездочкой, простите. И здесь со звездочкой, конечно. i от x со звездочкой минус l-т пункт. Почему? Потому что к l-тому пункту мы добавили единичку. Поэтому здесь эффект будет строго больше, чем вот этот минимальный эффект. таким образом мы нашли новое оптимальное распределение ресурса z, при котором при котором вот это множество i от z содержит меньшее число элементов. Но это противоречит выбору вот этого x со звездочкой. Значит, мы его выбирали таким, чтобы это множество содержало наименьшее число элементов. Поэтому, значит, действительно 3 справедливо. Ну а теперь давайте докажем достаточность. Условие 3, достаточно, это условие оптимальности в этой задаче. Докажем достаточность. Значит, пусть у нас для x со звездочкой выполнено условие 3. Значит, нужно доказать, что x со звездочкой оптимальное распределение задачи 1 римская штрих. Но опять метод доказательства такой, как и раньше. Значит, он, значит, берем любой x из m нулевое штрих. Причем x не равное x нулевое. Простите, x со звездочкой. Ну и фактически похожее рассуждение, как и в предыдущей теории. Значит, существует такой номер j, такой, что xj-то рога меньше, чем xj со звездочкой. Такой номер всегда найдется. Поскольку вот эти компоненты являются целыми, отсюда следует, что xj меньше равно, чем xj со звездочкой минус 1. Потому что они отличаются, по крайней мере, на единицу. Ну и дальше осталось написать следующее неравенство. Минимум по i от 1 до n f от x-и-то меньше равно, чем f ж-то от x-ж-и-то. Дальше. Здесь меньше равно, чем f-ж-то от x-ж со звездочкой минус 1. в силу вот этого неравенства. Ну и дальше это меньше равно, в силу условия 3, меньше равно, чем минимум по i от 1 до n f-и-то от x-и со звездочкой. Ну и тем самым показали, что x со звездочкой действительно реализует максимум функций минимума. Ну и теорема полностью доказана. Ну вот в качестве упражнения придумайте такой пример. Его можно придумать легко, просто с линейными функциями, даже с двумя пунктами. когда вот в этой задаче, в задаче 1 римская штрих, оптимальное распределение x со звездочкой, оно не единственное. Это можно нетрудно привести пример. Взять там линейные функции и привести пример. Посмотрим алгоритм решения вот задачи 1 римская штрих, причем алгоритм такой он достаточно эффективный. Он не основан на полном переборе элементов множества x из множества m нулевой штрих. Итак, значит, первый шаг алгоритма, значит, выбирается некоторое распределение ресурса x1 из множества m нулевой штрих. Ну, вообще говоря, его можно брать произвольным, но обычно его берут так, берется решение соответствующей непрерывной задачи x0, ну и после этого округляется. Ну, естественно, таким образом, чтобы сумма компонент была не равна а, компоненты были не отрицательны. Дальше, допустим, у нас на произвольном катом шаге получено распределение x-ката. Тогда для этого распределения мы проверяем условия 3, то есть достаточное условие оптимальности. Значит, оно как выглядит? Значит, если x-житая ката положительна, то минимум по i от 1 до n f-i-t x-i-t ката больше равно, чем f-житая от x-житая ката минус 1. Значит, вот условие 3, там было распределение x-звездочки, мы его просто переписали, вместо x-звездочки поставили x-ката. Значит, если это условие выполнено, то ката вот это распределение является оптимальным. Значит, предположим, оно не выполнено. Допустим, оно не выполнено. То есть выполнено неравенство в другую сторону. То есть f-житая от x-житая ката значит, у нас компонента положительна, а неравенство выполнено следующее. Минимум по и от единицы до n f-ито от x-ито ката. Ну и тогда мы определяем следующее приближение. Приближение x-k плюс 1 определяется по формуле, которая аналогична определению z. Значит, давайте определим x-k плюс 1 таким образом. Значит, и-тая компонента x-k плюс 1 равняется, ну, опять-таки, здесь вот минимум достигается, допустим, на l-том каком-то пункте. Тогда определение следующее. Значит, это равно x-g-t ката минус 1, если i равно g. Дальше x-l ката плюс 1, если i равно l. Ну и ничего не меняем. x-i-t ката, если i не равно g-l. Делается вот такое новое распределение. Ну, понятно, что раз здесь у нас положительно, то действительно единицу вычесть можно. Ну, и сумма компонент понятно равна a. Ну, и теперь возможны следующие случаи. Значит, первый случай, когда множество i от x-k состоит из единственного элемента, то есть минимум там по всем пунктам достигается в единственном на одном пункте. Значит, в этом случае, вот за счет того, что мы добавляем, вот минимум реализуется на номере l, мы сюда добавляем единицу, и значение минимума у нас для x-k плюс 1 возросло, потому что для остальных пунктов оно было больше. А здесь мы добавили единичку, и тогда получаем, что минимум по i от единицы до n f x и t k плюс 1 будет строго больше, чем минимум по i от единицы до n f от x и t k ну вот в случае, если минимум для x k достигается на единственном пункте. и второй случай, когда число элементов этого множества и от x k больше равно 2. Ну вот в этом случае, поскольку мы добавляем только вельт и пункт, минимум на самом деле не меняется. Значит, в этом случае минимум не меняется, это f и t от x и k плюс 1 равняется. Но при этом происходит следующее. Вот за счет того, что мы вельт и пункт добавили единичку, у нас множество i от x k плюс 1 будет равно i от x k минус вот этот номер l номер l того пункта, куда добавили единичку. Ну и понятно, что такое может произойти не более чем n раз. Вот второй случай, ну, так сказать, в конце концов это множество будет содержать один элемент и у нас значение минимум возрастет. но это говорит о том, что алгоритм конечный, потому что, по крайней мере, через n шагов у нас минимум реально возрастает, ну и поскольку множество m0 штрих содержит конечное число элементов, то алгоритм сходится за конечное число шагов. Ну вот сейчас мы рассмотрим пример нахождения максимина непрерывного и дискретного ну вот с помощью указанных алгоритмов. Итак, пример. Пусть у нас 4 пункта и a равно 10. Значит, рассмотрим, пусть у нас такая задача непрерывная. максимум по x из m0 минимум по i от 1 до 4 значит i x i в квадрате. Будем решать вот такую непрерывную задачу на максимин. Но при этом функции f и t от t здесь выглядят так. Значит, f и t от t это i на t в квадрате. ну и при этом понятно, что f и t от 0 они все равны нулю при всех i 1, 2, 3, 4. Но это означает, что в соответствии с принципом уравнивания у нас k равно 4 и надо написать систему фактически уравнять эффективность. значит, пишем систему следующего вида ix i в квадрате, ну, нулевое в квадрате, равняется c при всех i 1, 2, 3, 4. Ну, еще нужно добавить, что сумма по i от 1 до 4 x и так нулевых равна 10. Вот нужно решить такую систему. Значит, эта система решается таким стандартным приемом. Вначале нужно выразить вот из этих уравнений x и нулевое, но здесь за счет монотонности однозначно все разрешается, но в данном случае это будет корень с c делить на корень из z. 1, 2, 3, 4. Ну, а затем подставить последнее уравнение и получить корень из c. Значит, подстановка, я здесь позволю себе индекс сменить, вместо i напишу k. Ну, это для того, чтобы было немножко понятнее. Значит, будет сумма, подставляю сюда, будет сумма по k от 1 до 4, корень из c корень из k равно 10. Ну, отсюда корень из c это сумма обратных величин и, соответственно, x это сумма обратных величин 10 делить на сумму обратных величин. Значит, соответственно, отсюда получаем, что x и нулевое равняется 10 на корень из i, а здесь сумма обратных величин. Значит, это при всех i 1, 2, 3, 4. Итак, непрерывная задача распределения ресурсов у нас решена. Теперь давайте решим дискретную задачу. Ну, для этого нам нужно взять начальное приближение, ну, для этого нужно посчитать приближенно сначала вот эти значения x и нулевое и произвести округление. Ну, вот эти приближенные значения, сейчас я их выпишу. Так, значит, x1 нулевое приблизительно 3, 59. Так, x2 нулевое это 2, 54. Дальше x3 нулевое 2, 7. Ну, x4 нулевое 1, 8. Вот это приближенное значение. Ну, давайте произведем округление, причем оно может быть, так сказать, мы его последовательно округляем, оно может быть не самое удачное окажется. вот начальное распределение будет следующее. Округляем здесь будет 4, следующая компонента это 3, но в большую сторону. Здесь 2, ну, а последняя получается только 1, потому что сумма компонент должна быть равна 10. Ну, и теперь давайте производить вычисления по алгоритму. Для этого нарисуем следующую табличку. но здесь у нас скажем номер и 1, 2, 3, 4, дальше x и 1 компоненты 4, 3, 2, 1, следующая будет у нас и на x и 1 в квадрате, то есть значение эффективности по всем пунктам. Ну, а следующее это будет эффективности, если из компонента вычесть единицу x и 1 минус 1 в квадрате. Ну, это нам как раз потребуется для того, чтобы проверять условия 3. Давайте посчитаем эффективность. Значит, здесь единица на 4 в квадрате 16, 2 на 3 в квадрате на 9 18, здесь 3 на 2 в квадрате это 4 на 3 это 12, ну, и здесь 4 на 1 в квадрате это 4. Ну, соответственно, посчитаем числа, если вот единичку вычитать из 4. Значит, если здесь 4, значит, здесь будет в квадрате это 1 на 3 в квадрате это 9, ну, а здесь, кстати, да, здесь получается 2 на 2 в квадрате 4, значит, здесь что будет? 8, дальше здесь 3 на 1 в квадрате это 3, ну, и здесь вычитается единица, значит, будет 0. Ну, и теперь смотрим, вот эти эффективности, вот минимальной эффективностью является 4, но здесь видно, что уже для первого пункта вот эта эффективность она больше равна 4, а должна быть меньше равна. Вот если я единицу вычитаю, должно быть выполняться вот такое неравенство. Уже для первого пункта это не выполнено. Ну, что это означает? Это означает, что я из этого пункта должен вычесть единицу и добавить там, где у нас минимальная эффективность. То есть из первого пункта я единицу вычитаю и там, где минимум достигается, туда добавляю. То есть у нас здесь L равно 4, а вот то самое G, на котором не выполняется, равно единице. Итак, получаем следующее распределение. Здесь получаем 3, 3, 2, 2. Ну, и опять-таки нужно те же самые столбцы повторить. Значит, и x, и 2 минус 1 в квадрате. давайте посчитаем. Значит, здесь 1, 3 в квадрате 9. Ну, здесь повторяется, значит, вот этот столбец, фактически эти два столбца, они не меняются. То есть в этих местах. Значит, здесь будет 18, здесь 8, здесь 12, здесь 3. Так, теперь в этом месте. 4 умножаем на 1 в квадрате. Так, что же? Так, 4 на 1 в квадрате, это что будет? Так, 4 на, вернее, на 2 в квадрате. это 8. Значит, 2 на 4 это 8. Так, теперь здесь вычисления. Значит, какие у нас будут? Значит, вычитаем 1, это 2, 1 на 2 это будет 4. Ну, здесь все сохраняется. Ну, и здесь, если 1 вычесть, то получится 4, вот в этом месте. только где, 16 где? Вот здесь. Ну, да, 4 на 4 16, конечно. Ну, и теперь смотрим, минимум здесь достигается, где у нас? Вот, минимальное значение это 9. Ну, и, соответственно, смотрим, вот эти все по остальным пунктам, там, где вычитается единица, вот эти все эффекты, они меньше, равны 9. То есть, как раз неравенство 3 выполняется, это означает, что получили оптимальное распределение ресурсов. То есть, ответ такой, то есть, у нас х со звездочкой это 3, 3, 2, 2, оптимальное распределение. Значит, я повторяю, вот неравенство вот такие выполняется. 9 больше, чем любые, по всем другим пунктам, если единичку вычитать. Как раз вот неравенство 3. Ну, это все по поводу вот этих задач на максимин. Так, следующую задачу давайте рассмотрим. Давайте рассмотрим задачу максимизации суммы эффектов. Значит, это задача дворимская. то есть, мы рассматриваем непрерывную задачу распределения ресурса и при этом нас интересует максимальная суммарная эффективность. То есть, мы максимизируем суммарную эффективность по всем пунктам. эффект можно сказать, что это некий капиталистический как бы принцип, то есть, максимизируется суммарный эффект, хотя некоторые могут быть бедны. В результате эффект достигается за счет такого распределения, что общий эффект большой, а наличие бедных возможностей. Значит, эту задачу можно интерпретировать как оптимальное распределение капитала. Значит, у нас есть капитал в количестве А, инвестор старается распределить капитал по Н пунктам. Ну и при этом, скажем, ФИТ от ХИТ это прибыль от вложения в ИТ пункт. Значит, он, соответственно, максимизирует суммарную прибыль от вложения капитала. Значит, предположение, которое здесь мы делаем на функцию ФИТ. Значит, будем считать, что функция ФИТ от Т является дифференцируемой функцией. Значит, они дифференцируемы на отрезке 0А. Ну и, в общем-то, не обязательно они являются непрерывными. Ой, простите, не обязательно являются возрастающими. Раз дифференцируемы, конечно, они непрерывны, но не обязательно являются возрастающими. Ну вот, такие случаи встречаются. Значит, когда у нас в роли вот этих функций эффективности выступают функции полезности. Вот рассматривают функции полезности вот такого вида. То есть, с какого-то момента она может убывать. Но это можно объяснить следующим, что если, скажем, человек очень богатый, чем больше денег, тем лучше. Но начиная с некоторого момента это избыточное количество денег приводит к тому, что для него это уже не нужно. Потому что все эти капиталы, их надо все время как бы сохранять. То есть, это какие-то лишние непонятные вещи, лишние заботы. И поэтому, если очень много, то полезность может убывать даже от денег. Ну а теперь давайте сформулируем следующую теорему, так называемую Лемма-Гипса, в которой мы сформулируем как раз условия оптимальности вот в задаче 1-римской. Так, теорема под номером сейчас 3-10. А в скобках Лемма-Гипса теорема 3-10. Значит, Лемма-Гипса Значит, формулировка следующая. Значит, пусть х нулевое это оптимальное распределение ресурсов в задаче 2-римская. Тогда выполняется следующее необходимое условие. Значит, если ну, так его можно сформулировать. Существует такое лямбда, существует такое число лямбда, такое, что f и т-штрих от х и нулевое значит, это производная от х и нулевое равняется лямбда, если х и нулевое больше нуля, если х и нулевое больше нуля, ну и производная меньше равна лямбда, если х и нулевое равняется нулевое. Ну, вот это условие давайте заново нумеровать, обозначим цифрой 1. Необходимы условия оптимальности. Но мы его сейчас еще обсудим дальше. Сейчас докончим формулировку теоремы. Значит, если функции функции f и т от дополнительно известно, что они вогнуты, если функции f и т от вогнуты, то условие 1 является достаточным условием оптимальности. Условие 1 достаточное условие оптимальности. Ну и последнее утверждение. Допустим, у нас производные в нуле вот этих функций упорядочены. Ну и дополнительно известно, что есть вторая производная в нуле, ну будем считать, она есть, и она строго меньше нуля, при всех и от единицы до n. Итак, производные в нуле упорядочены, вторая производная в нуле строго меньше нуля. Тогда утверждается, что существует такое L, что оптимальное распределение ресурса, значит, х и нулевое положительно при всех первых L, при первых и от единицы до L, ну и х и нулевое равняется нулю при L, при и от L плюс 1 до n. значит, еще раз, если у нас есть вот такие условия на производные, то вкладывать нужно в первые L пунктов. Ну давайте обсудим значит, вот эту лему гипса, о чем говорит первое условие. Значит, первое условие говорит о том, что здесь наблюдается как бы некий принцип уравнивания для производных, то есть надо, если вы положительно вкладываете ресурсы в какие-то пункты, то вот эти производные, они все равны. Ну вот если брать интерпретацию как FI, то как величина прибыли, то производная так называемая норма прибыли, то есть интенсивность прибыли, вот вы что-то добавляете, вот насколько растет быстро прибыль. Так вот, значит, вот здесь речь идет о том, что при положительных вложениях нормы прибыли должны совпадать по этим пунктам. Ну а если ничего не вкладываете, там норма прибыли меньше равна, чем лемб. Ну и вот последнее условие, это тоже понятно, что здесь вот норма прибыли, так сказать, вот в нуле она наибольшая, поэтому вроде бы естественно вкладывать именно в первый L пунктов. Ну и, кстати, вот это вот условие на вторую производную, оно существенное. Если его нет, то можно привести простой контрпример, когда, скажем, все функции равны и линейны. Вот сами можете посмотреть, если все функции равны между собой линейны, то там любое распределение ресурсов является оптимальным. Вот, и поэтому понятно, что вот это условие будет не выполнено. А линейность означает, что вот это условие, вторая производная равна нулю. Ну а теперь давайте докажем лему гипса. так, доказательства. Значит, докажем необходимость. То есть предположим, что у нас x нулевое это оптимальное распределение ресурсов в задаче дворимская и нам нужно вывести вот это условие один как необходимое условие. Ну, для этого будем рассуждать следующим образом. Значит, пусть у нас некий пункт и, в котором есть положительное распределение, то есть x и нулевое больше нуля. ну и возьмем какой-то любой житый пункт неравный и. И давайте посмотрим, построим вот такую функцию, которая фактически является вариацией для x0. То есть мы просто варьируем, несколько изменим, x0. Значит, φ от эпсилон это f и t от x и нулевое минус эпсилон. дальше f житая от x g нулевое плюс эпсилон плюс сумма по всем k не равным и g f катая от x катая нулевое. то есть мы фактически изменили x0 в двух пунктах. Вот в этом пункте эпсилон вычитаем, в житый мы эпсилон добавляем, по остальным пунктам ничего не меняется. Значит, эта функция фактически определена на отрезке от нуля до x и t нулевое. Значит, вот здесь у нас ось эпсилон, скажем так. Ну, смотрим, как ведет себя функция вот эта f эпсилон на отрезке от нуля до x и нулевое. Понятно, что у нее максимум достигается в нуле. Почему? Потому что x0 это оптимальное распределение ресурса. Ну, а эпсилон мы вычитаем, добавляем, это как бы другое допустимое распределение, поэтому значение будет меньше. Итак, можно написать необходимые условия оптимальности в следующей форме. То есть производная в нуле этой функции должна быть меньше равна нуле. Ну, давайте продифференцируем эту функцию по эпсилон и напишем вот это неравенство. Значит, дифференцируем. f' в нуле. Значит, дифференцируем, подставляем эпсилон, равное нулю. Получаем здесь минус f' от x и нулевое. Ну, это вот минус за счет того, что там минус эпсилон. Аргумент надо дифференцировать. И плюс f' от x житая нулевое. Меньше равно нуля. Отсюда получаем следующее неравенство. f' от x житая нулевое меньше равно f' от x и т нулевое. Вот как бы неравенство два. Получили. то есть если у нас положительное вложение, то производная она больше равна, чем при любом другом, так сказать, производной в любом другом пункте. Ну вот если у нас окажется, что x житая нулевое также положительна, то можно получить неравенство как бы в другую сторону. f' от x житая нулевое больше равно, чем f' от x и т нулевое. Значит, это неравенство в другую сторону. Ну и понятно, что из 2 и 3 будет следовать, что производные вот в тех пунктах, где положительные вложения, они должны совпадать. И вот это общее значение получается f' и т равняется f' от x житая нулевое значит, его можно обозначить через лямбда, ну и тем самым как раз один у нас будет выполнен. То есть производные при положительных вложениях они все совпадают, а если ноль, то меньше равно. Это вот следует как раз из 2. Итак, необходимость доказанным. Теперь дальше предположим, что функции f' и т от t являются все вогнутыми. Докажем, что в этом случае условия условия это условия оптимальности. Итак, у нас функции все, ну фактически мы доказываем достаточность. Значит, функции все f' g' t' от t являются вогнутыми. ну и выполнено условие 1. Отсюда следует, что x' нулевое это оптимальное распределение задачи дворецкая. Вот это нужно доказать. Ну опять метод доказательства похож на то, что у нас было раньше. Значит, нам нужно взять любое x, любое распределение. Ну, можно не равное x0, значит, x принадлежит m0. Ну и доказать, что сумма по i от 1 до n f' t от x' t минус сумма по i от 1 до n f' t от x' и нулевое, нам нужно доказать, что эта разность меньше равна нуля. Вот это надо доказать. Значит, тем самым будет доказана оптимальность x0, что на x0 суммарная эффективность будет наибольшей. Ну, для этого сделаем следующее. Значит, можно это так записать. Ну и вот в этом месте мы применяем известное неравенство для вогнутых функций. То есть, если графику вогнутой функции провести касательную, касательная будет лежать выше графика вогнутой функции. Значит, это будет так. Значит, меньше равно и от единицы до n f' штрих от x' и нулевое x' это минус x' и нулевое. Дальше. Ну, здесь в квадратных скобках можно сделать отступление. Неравенство продолжим следующим образом. Значит, у нас есть два случая. Если x' и нулевое равняется нулю, такое может быть, то тогда понятно, что скобка x' и минус x' и нулевое она больше равна нуле. Ну, и в этом случае мы просто оцениваем производную через лямбда. В этом случае производная просто оценивается через лямбда за счет того, что множитель у нас больше равен нуля. Второй случай это когда x' и нулевое больше нуля. Но в этом случае у нас по условию производная равна лямбда. И просто в этом случае мы делаем замену. Вместо производной пишем лямбда. То есть уже не неравенство, а просто замену делаем. Значит, в этом случае производная просто берется равный лямбда. Ну и поэтому вот эта вся сумма она оценивается так. Значит, меньше равно чем лямбда на сумму по и от единицы до n x' это минус x' нулевое. То есть я каждый раз оцениваю либо оцениваю через лямбда на разность, либо просто подставляю лямбду. Ну и получилось вот такое выражение, ну и здесь получается a минус a сумма x' нулевых равны a, поэтому получается 0. Ну и тем самым вот эта сумма меньше равна суммы при x' 0, ну и тем самым оптимальность доказана. Последнее, что нужно доказать, это вот как раз вот эти вот условия. Значит, если они выполнены, то надо вкладывать в первые l пунктов. Давайте это докажем. Значит, предположим, что у нас вот это вот условие, которое здесь написано, оно не выполнено. То есть в оптимальном распределении ресурсов x' 0 найдется такой номер i, что у нас x' и нулевое равняется нулю, а следующий, следующая компонент, она положительная. То есть у нас как бы есть нулевое вложение, а следующий пункт положительное вложение. Вот мы покажем, что это невозможно. Но в самом деле можно записать, можно записать, что f и это от x и нулевое, значит, это есть f и это от нуля. Дальше. Значит, следующий пункт у нас k плюс первый, значит, k плюс первый и условия у нас там производные упорядочены. значит, можно написать так, значит, в силу один, в силу один, значит, там вот вторая строчка, это меньше равно лямбда, дальше, а вот за счет того, что здесь положительное вложение, то f и плюс один штрих от x и плюс один нулевое равняет цилианду, это вот следует из один. Ну и наконец, вот в этом месте, в этом месте можно написать f и плюс один штрих от нуля. Вот так. Значит, почему здесь так можно написать? Потому что в нуле функция, у нас вогнутая функция в нуле, она строго, значит, вторая производная меньше нуля, значит, первая производная строго убывает. Вот, поэтому здесь вот такое строго неравенство. Чем больше значение, тем производная меньше. То есть у вогнутой функции происходит убывание производной. Но вот это неравенство означает противоречие с тем, что у нас вот эти производные в нуле, они упорядочены. Значит, у нас на самом деле f и t от нуля больше равно, чем f и плюс 1 от нуля. И противоречие как раз доказывает вот это утверждение. Но нам осталось рассмотреть одну задачу, еще дискретный вариант вот этой задачи оптимального распределения ресурса. Ну и на этом мы закончим. Продолжение следует...